Приветствую вас, психологи не ставят диагнозов, вот кроме того, ни один специалист, серьезный специалист, не будет ставить вам диагноз только заочно, то есть не видя вас, не общаясь с вами. Ни один специалист, уважающий себя, не будет ставить диагноз, основываясь только на ваших показаниях, на ваших информациях, которых вы предоставили. Дело здесь не в том, что, например, мы вам не доверяем или что-то в этом роде, а дело просто в том, что это делается профессионально, и профессионально это делается очно, профессионально это делается именно и только очно, это не делается заочно. Это первое, что я хотел вам сказать. Второе, второе, что я хотел вам сказать. На голоса в голове существует взгляд транзактного анализа, который, в общем-то, недвусмысленно утверждает нам то, что мы находимся в конфликте со своими родными, мы находимся в конфликте со своими близкими, мы находимся с ними. Именно с ними мы находимся в конфликте. И именно по этой причине мы слышим главное. Вот. Соответственно, если конфликт, ну, конфликт, противоречия, да, а разрешить, который имеет место быть, допустим, допустим, то в таком случае, если конфликт будет разрешен, то, что они в голове уйдут, вам желательно просто перестать бороться с ними. Вот. На полном серьезе перестать остаться с голосами в своей голове бороться и понять, чего они хотят. Вот. В этом вам поможет транзактный анализ. В этом вам поможет возрастная регрессия. Вот. Которую, которая используется психотерапевтами для разрешения подобных проблем. Проблем. Вот. Дальше. Следующий момент. Вы говорите о том, что создаете свой внутренний мир, что отыгрываете диалоги. Вот. И вообще-то, вообще говоря, это очень сильно похоже на избегание. То есть, вот это сильно похоже на то, что вы избегаете. Ну, то есть, просто избегаете от, например, какой-то тяжелой, трудной ситуации для вас. Избегаете какой-то тяжелой, неприятной ситуации для вас. По ряду причин. Я не могу, конечно, утверждать наверняка, по какой причине вы бежите. Но, я думаю, что вне всякого сомнения, от чего-то вы убегаете. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы с этим работать? Да? Другой вопрос. А хотите ли вы с этим разбираться? Вот. Такая вот история. Такой момент. То есть, если вы хотите исправить это, то что можно решить? Я полагаю, что вы переживаете то, что психология называется расщеплением. То есть, вам неприятен внутренний мир, вам неприятен внешний мир. Вот. И вы от него бежите. Неприятный мир, если это было с детства, для ребенка состоит из родителей. И тяжелее всего ребенка приходится, когда родители тянут его в разные стороны. Один в одну сторону, другой в другую. Это называется расщепление. И ребенок уходит. И ребенок уходит. Вымысленные миры. Потому что, если он этого не сделает, то ему будет плохо. Он натурально может вот, кстати, 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 ума заболеть. Что-то еще. Вот. Поэтому то, что вы испытываете, то, что вы чувствуете, ну вот, это вполне себе норма. Другое дело. Другое дело, что с этим нужно работать. Другое дело, что это нужно раскрывать. Вот. Другое дело, что с этим можно и нужно. Разбираться. Вот. Знаете, какая история. Какая штука. Вопрос заключается лишь только в том, на мой взгляд. Вопрос заключается лишь только в том. Хотите ли вы этого. Вот и все. Поэтому, с точки зрения психологии, вам не нужен диагноз. Вам, я бы сказал, нужна работа. Психотерапия, если угодно. И психотерапия поможет вам лучше себя понимать. И если вы будете себя лучше понимать, то никаких проблем у вас не будет. Я бы хотел задать вам еще один вопрос. Вот вы говорите, что после того, как я прошла бесплатный тест, он выдал результат 95 баллов. А? Почему вы решили вообще пройти тест, Александр? Вот. Ну, откуда у вас вот такая мысль появилась? С чем она связана? Потому что если вы не просто так, я полагаю. Вы на этом, ну вот, эм… Застрили, застрили своё внимание, да? Вот. Давайте попробуем разобраться, почему, почему вы решили вообще брать этот тет, вот, ну, свой тет, почему? Зачем? Да, чтобы, вот, чтобы, чтобы что, если вы как-то переживали, вам было, ну, как-то не по себе, или, или, или что, вот, в всём проблем была, понимаете? Вот. Мне кажется, что это очень такая важная штука, очень, очень важная штука, который вам желательно рассмотреть в себе. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вы увеличёте, извлечёте для себя некие выводы. Я надеюсь, что это будет вам, пойдёт вам на пользу. В общем, я вам желаю всего самого доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его, его отнынку в качестве лучшего. Я надеюсь, что я верю в то, что у вас всё будет нормально. Вот. Если вы обработаетесь специалистом, а не, ну, не будете как-то, вот, заниматься самолечением. Да? Вот. Потому что этим вы себе только вредите, этим вы себя накручиваете, вот, и нанесёте в себе абсолютно ничего позитивного. Вот. Также я, наверное, рекомендовал бы вам посмотреть в интернете про шизоидный тип личности, который продемонстрирует вам, ну, или мне хочется верить, что он вам продемонстрирует, То, что вы испытываете, то, что вы чувствуете, то, с чем вы сталкиваетесь, не обязательно может быть болезнью, шизофрении, а всего лишь формой такой вот, нормы, да, именно нормы, нормы, которые, в общем-то, есть у каждого человека, я желаю вам всего самого доброго и удачи.